Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол это жизнь и мы продолжаем с вами карьеру за игрока FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал и игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну и также пишите обязательно комментарии под этим роликом, по ходу этого ролика, у кого какие-нибудь, может быть, вопросы возникнут. Первые пять интересных комментариев я пролайкаю. Давно, давно у нас не выходили ролики по карьере за игрока, да и в принципе после чемпионата мира как-то такое затишье у нас пошло. Но мы продолжаем, и это главное. Тут я решил зайти в центр состава и посмотрел, что Харри Уолкер у нас стал самым высокорейтинговым игроком КПРа. Поэтому у меня только одно лишь к вам предложение. Напишите как раз об этом в комментариях, потому что, ну, мне кажется, надо, надо запрашивать именно в этот момент запрос на переход в другой клуб. Сейчас у нас дата, дата ноябрь, поэтому я не знаю, сколько мы матчей сегодня отыграем. Потому что у нас есть три игры в, еще в ноябре, вот вы их видите сейчас на своих экранах, и кучу матчей в декабре. Поэтому времени у нас точно, время будет, чтобы подать на запрос на трансе. Поэтому давайте, ну, четыре, наверное, матча мы сегодня отыграем. Вот еще Норвич здесь зацепим. И вы как раз напишите в комментариях, стоит ли нам уходить, либо же надо доиграть полностью сезон в КПР. Потому что, ну, сейчас нам придет какое-нибудь интересное предложение. Вот, не знаю только от какой команды, потому что у нас стоимость 18 миллионов. Поэтому, может быть, кто-то уже из АПЛ нам пришлет предложение. Но стоит ли нам разменивать именно на данном этапе сезона чемпионшип на АПЛ. Потому что мы в чемпионшипе лучшие бомбардиры делим. Первую строчку с тем же Мунизом из Миддлс Бро. Но лучшие ассистенты здесь просто шикарный у нас отрыв. Поэтому, ну, вот, ну, как-то с вами порешаем. Давайте в комментариях обязательно пишите, стоит ли нам уходить. Либо остаемся до конца сезона и стараемся с КПР выиграть чемпионшип. А потом уже тогда будем думать, уходить или нет. Играем мы сейчас против Суонси. Они идут на 13-м месте. У них 25 очков. Мы играем дома. Но, так, вот эти вот, да, у нас какие-то тут штучки произошли. Хотя я вроде даже их футы не удалял. Но вот эти вот снова нам обучающиеся подсказки вылазят. Поэтому давно, еще раз напомню, давно не играл, не записывал. Поэтому трудно будет. Но мы уж попробуем. Дождь на стадионе у нас. Поехали. Так, но все равно Харри Уолкер считается лучшим бомбардиром. Хоть и делит первую строчку. Но все же. Нас поставили на первое место. Я не знаю, может быть бы мы раньше забили эти 14 мечей, чем Мунис. Либо в среднем там меньше минут на забитые мечи нам потребовалось. Вот честно, не знаю. Но нас считают как лучшего бомбардира. Но это замечательно. Дайкс. Вот же, прямо открытая зона. Действительно, Уолкер, Уолкер, Уолкер. Отлично. 19-я минута. Харри Уолкер забивает свой 15-й гол в чемпионшипе. Просто шикарный результат. Здесь еще и увидели то, что защитник второй зачем-то еще побежал прессинговать. Прессинговать Дайкса. Там вроде бы и один справлялся. Но вот этот Наутон, капитан Суонси, меня просто потерял в свою позицию. Я в эту позицию как раз и вошел. Вообще замечательно. Уолкер. 15-й гол в 18-ти матчах. Мы, наверное, вот этого будем накрывать. Уже никого не будем накрывать. И пропускаем. Замечательно. Просто с моей ошибки по итогу. Дальше там фолл был. И пропускаем. Ну супер. А ведь могли сейчас в 2-0 выходить. А в итоге стандарт в концовке первого тайма. И снова счет у нас ничейный. Но во втором тайме надо снова стараться, чтобы выходить вперед. А Уолкера никто почему-то не встречает. И это супер. И надо бы забивать. Но не получилось. Даже в створ. Сейчас не попали. Но отлично. На скорости как вошел в штрафную. И просто фирменный. Это наш удар. В дальний угол сильно пробивать. Но в этот раз почему-то не получилось. Может быть действительно сыграл мокрый газон против нас. Все. И отлично. На лейер до отдали. А сами бежим. Подключаемся. Супер. И дальше. И еще. И. Ну забивай. Как ты не забил. А там скорее всего в защитника. А попали. Да. Но здесь это вообще. Ежу было понятно, что гола не было. Ну и неплохо. Уолкер. Уолкер. Ну надо. Ну надо было забивать. Я не понимаю почему он так долго сейчас. Хоть и зашел. Из-за своего родного так сказать. Фланга. Но очень долго. Тут уже и под правую даже зашел ногу. Не вышло. И. Шодипо. Ну надо забивать. Ну здесь так. Как вы не забили-то сейчас. Финальный свисток. Ничья. Против. Солнце. Но забитый гол Уолкера. Который. Еще там были куча нереализованных моментов. Поэтому как-то так. Уолкер. Игрок встречи. Статистику. Ну сводку. Вы видите. На своих экранах. Там можете и успешные обводки. Пасы. Потери. Там какие-нибудь посмотреть. В общем. Ну. Как-то так. По статистике. Ну это просто кошмар. 2,5. У нас на игру. У них как-то за два удара 0,8. Там один просто хороший удар в защитника пришелся. Тоже с углового стандарта подавали. Но. Обидно. Так. Ну и по заданиям. Владение мечом мы набрали. Успешные обводки тоже сделали. Но не набрали. Вот. Нужную нам оценку. 8,2. У нас надо было 8,5. Ну вроде как. Получили. Рейтинг. Не рейтинг. Развитие игрока. Теперь у нас. Я так понял. 17 уровень. Или нет. Нет. Сейчас 16. Да. Поэтому. Чтобы я. Вкачал. А чтобы я действительно вкачал. У нас есть завершение. Вот. Есть завершение. Даже слет. Это мне не надо. Пенальти здесь. Штрафные мне пока что вообще сильно не нужны. Пенальти. Дальние удары. Поэтому вот. Я завершение вкачал. 2 очка навыка отдал. На завершение. И у меня остался. Еще один. А я даже не знаю куда. А больше то в дриблинге мне и некуда. Физических данных может быть. Что то посмотреть. Может быть напор. Выносливость. У меня вроде как все нормально с ним. Вот напор. Я не знаю. Это то или нет. Что я там отталкиваю. Сталкиваться как то буду. Потому что и по пасам то. Ну что. Здесь уже если ты умеешь отдавать. Ты отдашь. Либо же контроль там прокачать. Всякий вот дриблинг. Хотя дриблинг вроде все там замечательно. Так ну давайте я напор. Наверное прокачаю. В любом случае мы потом будем эти очки навыков. Перераспределять. Когда дойдем до максимального там уровня. Когда дойдем до максимального там уровня. До 20-го вроде. Если ничего не путали. Там до 25-го. Вот. И там уже найдем где-нибудь. Вот. Точное распределение. Как прокачать на максимальный уровень игрока на позиции ПФА. Так. Ну вот. Форк кстати тоже потерял очки. И это очень обидно. Из-за того. Потому что мы могли набирать 3 очка. И сейчас бы лидировали. Но получилось как получилось. Еще и Бернли здесь подбирается в 2 очках от нас. Сейчас у нас игра против Хаддерсфилда. Играем на выезде. Снова против. Ну казалось бы аутсайдера. Слабые команды. С нами нельзя такие команды сравнивать. Это не конкуренты нам. Поэтому надо стараться. В составы наших кранах устали многие игроки. Потому что очень плотно стоят матчи в расписании. Но в составе Хаддерсфилда тоже есть уставшие игроки. Поэтому Хаддерсфилд против КПР. Поехали. Ну что же. Чемпионшип. Хаддерсфилд против КПР. Сейчас в первом матче я забыл выбрать вот эти вот задания перед матчем. Давайте сейчас мы на них посмотрим. Оценка не ниже 8.5. Забить иголу либо отдать голевую. И успешный навес. Ну оценку наверное возьмем. И понимаем что надо делать нам навесу. Очень кстати неудобная камера. Из-за того что очень близко здесь расположены трибуны к полю. И поэтому от этого вот камера не может высоко так подняться. Поэтому как-то так чуть выше игроков. Смотрим очень непривычно. Но постараемся поиграть на такой камере. И снова. И все-таки уже забил Дайкс. Замечательно. С третьего своего удара за 9 минут он все-таки смог забить. Поспокойнее сейчас будет. Все. Теперь можно и в свою игру поиграть. Если Волкер и не забил там решающий гол. Победный там какой-нибудь. То разницы особой нет. Потом никто это не вспомнит. А так вот сейчас поспокойнее. Ну вот и Дайкс. Отметку в 10 голов переосилил. Теперь будем спокойно пытаться. И навешивать там где-то. И голы. То что разницы забивать. Потому что нас там могут скоро опередить. Увидел забегание Волкера. Ну все. Здесь можно увеличивать. Преимущества нет. Но вот такой бы удар пошел бы в прошлом матче против Суонси. Было бы поопасней. Так супер. Филд. Ну можно. Можно. Какая отлично. На Волкера отдает. И все. Здесь как-то позиция даже провалилась. В принципе зона. И отлично. Голевой пас. Там уже 21-й вроде голевой пас. Волкер без результативного действия с поля не уходит. Дайкс забивает дубль. Поэтому спокойно. Все. Хотя бы одно мы что-то сделали. И уже слава богу. Ну не забили конечно. Это тоже плохо. Время в принципе еще есть. Может быть постараемся. Нам нежелательно. Ну надо вот хотя бы в одном матче. В каждом матче забивать по одному мячу. Где то чувство мяча. Аккуратно бы отобрали бы и все. Прессинг. Оп. А вот так как вам а? Харри Волкер в итоге без забитого то и не ушел. 81-я минута. Гол плюс пас у Волкера. Замечательно. Я еще здесь с Р1 нажал. Чтобы вот как раз. Игрок там вон запрессинговал. Вот он и пошелся на этот номер. Но здесь все супер. Неудачный прием мяча. И Волкер шикарно головой уже в пустые ворота. Ну замечательно. Поэтому замечательно. 3-0. Дубль Дайкса. Ну и гол плюс пас от Волкера. Ну мне кажется лучшим должен стать Дайкс. Все таки 2 забитых. Хотя стал Волкер. У Дайкса 8.1 оценка. У Волкера 9.5. Также вся статистика лично моя. За игру была сейчас на ваших экранах. Посмотрим по статистике. Ну здесь в принципе что. Ну 6 ударов. На 3 ровно там округляем. Наиграли. Вот. Ни одного удара даже Хадерфилд не нанес. Поэтому все замечательно. Двигаемся дальше. Очередные 3 очка у нас. Ну и первые 3 очка в этом выпуске. По матчу, по заданиям. Оценку замечательно 9.5 сделал. 2 результативных действия каких-то голевых отдал. Либо забил. Но вот ни одного получается успешного навеса я не сделал. Получается так. Ну что же. В 20 туре играем против Кавентри. Они идут на 11 строчке. Тоже. Вот такие вот. Не ровня. Нам. Но Водфорд тоже не теряет очки. Более-менее от Бернли мы оторвались. Теперь в 4 очка от них вот лидируем. Но надо уже наконец-то отцепляться от Водфорда. И опережать их. И увеличивать личный свой отрыв. Кстати. У Кавентри тоже свой есть. Волкер как мы видим. Ну посмотрим. Сил не так много лично у нас. Поэтому на максимальных скоростях. Можем наверное только лишь первый тайм полностью отыграть. Во втором уже будем поменьше. Поэтому состав в наших кранах. Поехали. И так. Кавентри Сити против Куинс Парк Рейнджерс. Чемпионшип. 20 тур. Выездная игра для нас. Ну и сейчас посмотрим. На задание. В этом матче. Оценка ниже 8.5. Забить гол за пределы штрафной. И командное владение. Давайте снова берем оценку. Ну и будем стараться. Если игра пойдет хорошо. И за штрафной забить. Так что депо. И вот она. Отличный момент. Не знаю. Нет. Ну гола точно нет. Засчитали бы дальним ударом. Из-за предела штрафной. Или нет. Там прям на линии было. Но. Я попытался. Там уже голкипер. Молодец. Давайте попробуем вот так. И гол. Отлично. Балагун. Очередная моя голевая передача. На Балагуна. В этом сезоне. Нашего капитана. Вот просто супер. Если вы хотите. Чтобы ваша команда забивала со стандартов. Забите. Забите. Да. Забивайте. А если не получается забивать. Зовите Харри Уолкера. Который. Будет просто идеальный. Пассы вам вырезать. Ну вы просто посмотрите. Ну какая шикарная подача была. У Балагуна. Либо второй. Либо третий уже гол в сезоне. Четвертый даже. Про другие я не знаю. Но точно на 2-3 я ему сассистировал. Поэтому. Просто супер игрок. Этот ваш Харри Уолкер. И можно на ускорение по флангу. Защитник. В пролете. Уолкер. А если еще одну голевую. Дайкс. Отлично как пробил. Это сейчас Уолкер. О. Что за удар. Мяч еще и в игре остался. Уолкер с мячом. А он отдает голевую. То есть сегодня Уолкеры раздают голевые передачи. И Кавентри сравнивает счет. Как-то так забил Вакхорн. А пропускаем второй. 78-я минута. Во втором тайме Кавентри раскрылись. И забивает Ален. И теперь уже КПР проигрывает. Но впервые за сегодняшний выпуск. По ходу встречи проигрываем. И теперь надо в любом случае забивать. Забить не получилось. И проигрываем Кавентри. На выезде хоть и вели. По ходу встречи. Но не получилось реализовать свои моменты. После забитого мяча. Оценка 7.6 у Уолкера. Лучшим в КПР стал Балагун. У него 8.3 оценка. Все таки гол забил. А тут стал Вакхорн. Он гол плюс пас. Сделал в этом матче. Ну и по статистике. Мы наигрывали на 3 мяча. Кавентри ровно так наиграли на свои 2. То есть здесь хромает реализация наших нападающих. И Уолкера в том числе. Ну и по заданиям мы не выполнили ни одно. И тренерская оценка у нас естественно убавилась. Так. Кто станет игроком года? Кстати, 2022-го. Здесь у нас кандидаты Мбаппе, Бернарду Сильва, Бензема и Лионель Месси. А вот и кандидаты на звание игрока. Месяца в чемпионшипе. И вроде как... Да, я один из КПР. Потом идет Джан Нулис из Норвича. Чам из Суанси. И Хэргес из Блэкбурн Роверс. Так, а у нас какие-то события здесь появились. Рождество. Доступно через 13 дней. А что там сколько? 50 тысяч. Тысяча. И тысяча. Отлично. Надо понять, что нам надо. Скорее всего, очки-одиночки может быть. Потому что у нас их очень мало. Вот если так посмотреть. Хотя нет, наоборот. У нас Маэстро надо прокачивать. Так, надо Маэстро, значит. Ну что же, и последний матч в сегодняшнем выпуске. Водфор, кстати, тоже потерял очки. Они как-то синхронно с нами идут. И меня это настораживает. Бернли к нам опять подобрались минимально. Играем сейчас против Норвича. Они на четвертой строчке. Но отрыв в 11 очков. Это уже серьезный задел. Поэтому команда для нас это точно не проходная. Раз мы все-таки даже Кавентри проиграли. Силы вроде как восстановились. У них ТМУ Пуки. Много есть интересных игроков, которые поиграли. Даже в АПЛ тот же Крулл, Голкипер, Кантвелл. Левый полузащитник. В общем, есть. Есть именитые игроки в составе Норвича. Ну вот посмотрим, как мы будем против них бодаться. Итак, Норвич против КПР. Кэрол Роуд. Чемпионшип. Интереснейший матч. Тем более еще и финальный матч сегодняшнего выпуска. Я не выбрал задание. Опять забыл. Здесь обводки нам дали дополнительные. Также два удара надо по воротам нанести. И оценка не ниже 8.5. В принципе, я бы и взял, скорее всего, обводки. Так, дик на Уолкера. Здесь вроде как у Уолкера даже выход 1 на 1. Получается. Уолкер с левой ноги 1-0. В самой концовке встречи Уолкер наконец-то забивает гол. Причем давно мы не забивали первыми в встрече. Именно победные там какие-нибудь голы решающие. Но вот получилось. Здесь копил как будто скорость эту весь тайм Харри Уолкера. И в итоге получилось. Получилось в сольном вот таком забеге. Еще и с левой ноги забить очередной гол в чемпионшипе. Если я не ошибаюсь, то это 17-й гол в каком-то 21-м, наверное, матче. Да. Ну вот как-то так. Вроде как неплохо здесь справляется. И даже мяч смог сохранить. А если бы пробить еще с такого? Ну а здесь уже надо забивать. Дайкс. Отлично. На добивание сыграл. 2-0. Еще и в начале второго тайма. Очень быстро КПР забивает. Еще один гол. Но тут и голевую можно было отдать. Пожадничал, наверное. Уолкер решил с такой позиции пробить. В итоге не голевой. Но зато гол в составе КПРа в этом сезоне очередной забил Дайкс. И опасно. И опасно. И все-таки забивает ТМу Пуки. 69-я минута. Норвич уменьшает преимущество КПРа. Здесь прям сумбур какой-то произошел. И в итоге финский форвард забивает. Но в итоге победа КПРа со счетом 2-1. По факту можно сказать, что победный гол забил именно Волкер. Там 1-0, потом 2-0 было. А потом уже 2-1. Поэтому, ну, как-то так. Лучшим игроком матча признан Пуки. Пуки 7-8 у него, а оценка у Волкера 7-6. И гол также забил Дайкс. По заданиям мы сделали лишь только 3 удара в створ. Обводки у нас плохие были, оценка плохая. И теперь нас вообще тренерский штаб посадил на скамейку запасных. Так, ну и Волкер признан игроком месяца еще и в ноябре. Вообще замечательно. Сколько там мы уже расстановились? Да еще и подряд. Так, и по событиям. У нас там конференция какая-то. Ответить что-нибудь нужно. Так, надо разместить в сетях сообщение, что вы рады награде. Но думаете, что в ближайшие месяцы вы сможете лучше показать. Надо очки Маэстро нам набирать где-то. Поэтому давайте их вот и возьмем. Ну что же, на этом мы сегодняшний ролик с вами завершаем. Водфорд, кстати, потерял очки. Мы сейчас просто единолично возглавляем турнирную таблицу чемпионшипа. На 2 очка опережаем Водфорд. Дальше игра против Берли. Но это уже будет в следующем выпуске. И, в принципе, можно пробежаться где-то по статистике Волкера. На данный момент 22 матча, 17 голов, 22 голевые передачи. В среднем в каждом матче Волкер дает голевую передачу. Вот. Ну и по, в принципе, по лиге. Мунис обогнал Волкера на 2 мяча сейчас. Но у Волкера на игру меньше сыграно. Поэтому как-то так. Ну а здесь, в принципе, единоличное лидерство, мне кажется, до конца сезона. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. Пишите в комментариях, стоит ли нам уходить из КПР этой зимой. Ну, как минимум, выставить себя на трансфер, а там посмотреть на предложения от команд. Поэтому обязательно пишите в комментариях. Интересно будет почитать. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания.